Образ туриста практически у каждого человека складывается из свитера с оленями, гитары и железной кружки. Но, глядя на ребят, которые занимаются в отделении спортивного туризма при шахматной школе «Белая ладья», понимаешь, что этот стереотип не про них. Сейчас вы увидите почему. Лето для ребят – самая любимая пора, потому что тепло и можно большую часть времени проводить, тренируясь на свежем воздухе. К тому же повод у них для тренировок серьезный – подготовка к первенству России по спортивному туризму. Об особенностях этого вида спорта мы и узнали у самих спортсменов. Вверх залазить немного сложновато, а вниз спускаться с ветерком так хорошо, с веревочкой, но больше вниз нравится. Эти хорошо сложенные молодые девушки и парни – надежда не только славянского, но и краевого спортивного туризма. Более 120 девчонок и мальчишек по пять дней в неделю приходят в «Белую ладью», чтобы развиваться физически, приобретать навыки ориентирования и медицинской помощи. Отделение это достаточно юное, работает всего пять лет. Но за это время трём тренерам-преподавателям удалось вырастить шесть кандидатов в мастера спорта и восемь перворазрядников. А ещё сборная Краснодарского края по спортивному туризму на 60% состоит из наших ребят. И это неудивительно, ведь главный тренер кубанской сборной Александр Вилков – это один из славянских тренеров. Да и подобных школ в крае немного. Все пересчитать можно на пальцах руки. С одной стороны, это удивительно, ведь природа края располагает к туризму. Но с другой, спортивный туризм требует колоссальной физической подготовки. Вид спорта такой собирательный. Мы должны, допустим, бегать на уровне хороших спортсменов лёгкой атлетики, быть гибкими, как хорошие спортсмены-гимнасты. Бегаем навьючившие на себя груду верёвок, железо и так далее. То есть нужно быть очень выносливым, быстрым, скоростным. Глядя, с какой лёгкостью ребята карабкаются по натянутым верёвкам, кажется, что их поднимает подъёмник. Но всё это на самом деле только ловкость рук и сила тела. Такую силу можно натренировать и в других видах спорта. Но одного они точно не дадут – романтики живой природы. Мы сталкиваемся с преодолением каких-то препятствий локальных, природных. Это и скалы, это и реки, какие-то каньоны. Постоянная работа с верёвками, с карабинами. Это тоже своего рода такое интересное занятие для детей. Этой точке зрения придерживаются и сами воспитанники отделения. Тут как бы не скучно, так разнообразно. Можно там бегать, всякие верёвки, там всё лазить. Всё так интересно, знаете. Не просто там сидеть, а что-то делать там. Ну, мне нравится так. А когда дело нравится, то и результаты есть. За три года занятий Екатерина Рудиченко уже успела стать кандидатом в мастера спорта. И останавливаться на этом не собирается. Хотя выполнить норматив мастера – задача не из лёгких. У нас очень много разрядников. И самый трудный разряд практически невозможный. У нас, кстати говоря, в Краснодарском крае нет ни одного мастера спорта до сих пор по спортивному туризму. А вот мечта многих среди детей – выполнить этот разряд кандидат в мастера спорта. Потому что и это очень высокая планка. Попадают в школу туризма ребята разными путями. Екатерина пошла следом за одноклассниками. А вот тренирующаяся с Катей в связке Ксения Никонова, глядя на старшего брата. Когда мой брат выезжал куда-то, мы с родителями к нему приезжали и смотрели, как он выступает. И мне тоже понравилось. И он потом как-то мне предложил ходить на туризм. Я заинтересовалась. Вот и хожу. И таких историй здесь много. Ксения говорит, что этот спорт, как ни один другой, учит чувство локтя, дружбе и взаимовыручке. Это интересно. Ты на месте команда. Это спокойнее. И если кто-то как-то неправильно что-то сделал, помочь ему и как-нибудь быстро сориентироваться в этой ситуации. Этот спорт дает чувство команды. А еще этот спорт – серьезный задел на будущее. Ведь навыки, которые подростки приобретают здесь, незаменимы при работе, например, спасателем или промышленным альпинистом. К тому же в ближайшем будущем у наших ребят появится возможность проходить обучение на скалодроме. Нам в район в скором будущем будет приобретен скалодром. Это у нас происходит под патронатом Виктора Васильевича Чернявского. Он выделяет деньги. Ну и я надеюсь, что мы на нашем муниципальном образовании начнем развивать вид спорта скалазания. Он, как известно, внесен в реестр олимпийских видов спорта. И надеюсь, что когда-нибудь у нас ребята поедут и на Олимпийские игры тоже. Пока до Олимпиады ребятам еще далеко. Но они верят, что упорство, труд и любовь к своему делу способны творить чудеса. И уже в обозримом будущем их имена будут звучать на мировом Олимпе.